всем привет с вами максим это канал хороший выбор под предыдущим выпуском с тестами этих ноутбуков было очень много комментариев на тему того что да твой intel баракованных да все не так и все неправда да сейчас я вам быстренько подтвержу свой предыдущий тест на примере синтетики и посмотрим что там происходило с датчиками с температурами с частотами в то время как мы запускали на этих ноутбуках игры давайте сначала посмотрим на ноутбуки без нагрузки pentium даже состояние простое мало того что не держит заявленную частоту выше 2 гигагерц максимальная частота в простой у него 1600 1300 он еще и и сбрасывает до 500 мегагерц температура при этом 43 градуса по процессору 48 по материнской плате в принципе ничего страшного в этом нет это можно объяснить энергосбережением например потому что без нагрузки ноутбука высокая частота не нужна но как видим проблем с охлаждением тоже нет если бы они были температуры бы все равно росли а частота держалась бы на минимальной чтобы предотвратить перегрев но ничего подобного не происходит давайте посмотрим как ведет себя едва 6110 он тоже держит частоты чуть меньше заявленных вместо полутора гигагерц он выдает 1.2 1.3 температура при этом сопоставимы 45 46 градусов переходим к серьезным испытаниям и начинаем сразу с формарка тут не разрешение не фреймрейт особой роли не играют давайте смотреть на температуры и на частоты 81 градус система охлаждения заметно жужжит частоты при этом очень сильно пляшут от двух с половиной гигагерц до 500 мегагерц то есть мы наблюдаем жутчайший троттлинг высокие температуры но при этом не критичны опять таки если бы был брак с охлаждением о котором многие писали в комментариях то температура бы неизменно поднималась вверх до критического значения ноутбук уходил бы в защиту несмотря на то что кулер трудился бы на максимум но как видим нет температура зафиксировалась процессор троттлиться но в общем то ничего сверхъестественного давайте посмотрим как в это же время обстоят дела у amd e2 61 10 он находится под таким же стресс тестом и как мы видим температуру при этом у него 57 градусов частоты чуть ниже номинальных то есть тоже наблюдаем небольшой троттлинг и процессор работает в диапазоне от 1000 до 1300 мегагерц сейчас мы наблюдали как ведут себя процессоры когда нагружены их видеоядра но не сама процессорная составляющая давайте тоже нагрузим в качестве нагрузки будет синтетический тест prime 95 как видите с этим тестом intel справляется просто замечательно он работает не то что на заявленных частотах он еще умудряется себя автоматически разогнать до двух с половиной почти до 2 и 6 гигагерц абсолютно без каких-либо проблем и температура при этом стабильно держится на уровне 71 72 градусов и это еще раз подтверждает тот факт что система охлаждения здесь не бракованы давайте теперь параллельно запустим все тот же формарк таким образом мы получим примерную картину того что происходит во время игры будет нагружен и процессор и его встроенное видеоядро как мы видим частоты резко поднимаются до 93 94 даже градусов и процессор тут же сбрасывает нагрузку и частоту это видно по графику и по всем датчикам этих мер недостаточно температура все еще довольно высокая и процессор на некоторое время останавливает видеоядро чтобы его охладить при этом происходит остановка и перезапуск видеодрайвера некоторые приложения на это нормально реагируют и продолжают работу после восстановления драйвера но формарк от таких событий явно приуныл и намертво повис то же самое в тестах происходило с дотой или со скайримом это был pentium n3530 давайте посмотрим как поведет себя amd e2 6110 все при тех же страшных синтетических нагрузках prime 95 плюс формарк нагрузку праймом amd-шный процессор переносит все также достойно не турбо бустится но и не сбрасывает частоты запускаем формарк и смотрим сразу переместимся на несколько минут вперед во времени как видите график нагрузки стабильно ровный до процессор слегка себя замедляет до 1300 мегагерц 1350 даже если быть точным то есть он сбрасывает всего лишь 150 мегагерц но при этом график нагрузки идеально стабильно ровный и график температур тоже 74 75 градусов без каких-либо ошибок вылетов перегревов и прочих несуразностей происходит ровно то же самое что мы видели во время тестов amd-шный процессор работает чуть на меньшей частоте зато стабильно и в играх мы получаем довольно ровный фреймрейт выбираем настройки которые нас устраивают и играем случае с intel он вроде как выдает большие частоты при этом начинает сильно греться потом уходит в защиту отключается видеодрайвер и игра не совсем понимает что происходит то она выдает очень большой фреймрейт очень маленький то вообще драйвер крашится и вместе с ним иногда и игра у многих порвало шаблон от того что в ультра бюджетных ноутбуках amd-шный процессор оказался и холоднее и эффективнее интеловского но как видите это на самом деле так тут дело не в браке системе охлаждения а в самой конструкции что ли процессора тех же последних макбуках тех вот самых странных всего с одним портом там изначально предполагается что интеловский процессор будет работать в полсилы и кстати говоря linus на канале это у себя проверял можете ходить посмотреть что еще могу добавить насколько я слышал насколько я знаю информацию то что этот ноутбучный n3530 это фактически переделанный атом то ли тот же 3530 то ли 3470 в любом случае рабочая расчетную мощность у атомов около полутора гигагерц или даже 1.3 по-моему pentium n3530 старается работать на частоте в 2 гигагерца с турбобустом до двух с половиной как видите это ему помогает только получить высокий балл в сайн-бенче и ну под prime 95 он неплохо держится в условиях когда хоть сколько-нибудь используется встроенное графическое ядро процессор просто погибает от перегрева оно и неудивительно потому что процессор по сути разогнан больше чем на гигагерц и видео ядро слегка разогнано если сравнивать с тем же атомом md пошли в этом плане гораздо более разумным путем они не стали завышать частоты они соблюли отличный баланс между процессорной производительностью производительностью графического ядра опять-таки мы говорим про очень бюджетный сегмент и как видите даже под жесточайшей нагрузкой процессор сбавляет 150 мегагерц видео ядро работы в штатном режиме и получается гораздо более дешевый и более пригодный для жизни вариант да можно взять ноутбук с интеловским процессором от другого производителя с гораздо большим охлаждением но в итоге тогда между разницы между этими двумя ноутбуками уже будет не 1000 или полторы тысячи рублей а может быть все пять шесть тысяч при том что производительность вы получите одинаково так что в итоге остаюсь при своем мнении что это был не косяк системы охлаждения так она изначально производительными задумано что ноутбук не для игр а только для каких-то очень простых офисных задач фильмы посмотреть в интернете посидеть документы попечатать и также остаюсь при мнении что амд в бюджетном и ультра бюджетном сегменте это на самом деле хороший выбор и чтобы это уже не звучало как наглое фанбойство я даже футболку переодел чтобы она не была красного цвета на этом я заканчиваю огромное спасибо за внимание надеюсь что вам было интересно полезно может быть кого-то переубедил не знаю загляните в описании там по-прежнему ссылки на цены с этими ноутбуками по-прежнему ссылки на форум твиттер инстаграм посмотрите там какая движуха идет ну и увидимся в новых выпусках пока